Добрый вечер, 21.04 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. И сегодня у нас вот уж точно болевая точка повседневности. 4 июля. Первый день таких поспешно начавшихся слушаний по делу Пусси Райт в Таганском суде. Вы знаете, очень интересно, я вчера или сегодня даже утром в Фейсбуке публизиста Дениса Драгунского обнаружил такую интересную ссылку, что это современное дело Дрейфуса, что современному нашему обществу нужно дело Дрейфуса, которое расставит все точки над «ё» и определит, кто по какую сторону баррикад. В общем, слушания начались, это совершенно знаковое дело современной России. Ну, оговорюсь, мы не будем подробно об этом говорить. Было буквально пару эфиров назад, мы об этом говорили. Но в любом случае, это невероятно важная, знаковая для нас точка отсчета, потому что, я думаю, мы все понимаем, что здесь речь идет не о каком-то там кощунстве. Речь идет о базовых ценностях нашего общества, о расколе в обществе и о тех видах общественного договора, которые мы хотим видеть. То есть есть какая-то очень большая часть общества, как выяснилось, которая хочет строить наше будущее на ценностях коллективизма, корпоратизма, вождизма, православия, духовности, милитаризма. И вы знаете, вот это слово, оно уже выпущено из клетки фашизма. Это слово, фашизм, было выпущено из клетки месяца полтора назад, после так называемой кенгурации, инаугурации 6 мая. Ряд публицистов. Вот Лев Рубинштейн, первый в афише, мне кажется, один из первых в афише об этом написал. Марина Давыдова в OpenSpace писала. И вот тоже здесь присутствующий Александр Морозов, главный редактор русского журнала, тоже написал статью о позитивности фашизма. Так что вот об этом мы сегодня и хотим поговорить. Что такое фашизм в современной России? Это метафора? Это некий обидный ярлык, который мы наклеиваем на идеологических оппонентов? Или это постепенно проявляющаяся социальная реальность в нашем обществе? Еще раз повторю, фашизм — это не те молодчики-бритоголовые, которые иногда на каких-то митингах ушествуют. Не где-то маршируют, не где-то там. Фашизм в самой глубине нашего общества. Итак, я уже объявил, у нас в гостях Александр Морозов, главный редактор русского журнала. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. И заодно поздравляем вас с 15-летием вашего издания, которое отмечали неделю тому назад. Спасибо. И второй наш гость — это член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Ну вот, собственно, с этого и начнем. С самого слова. Вот использование слова «фашизм». Александр Морозов, то, что вы используете, это метафора или это уже как бы серьезное такое эссенциалистское определение? Да, это все-таки, конечно, пока только метафора, и скорее это то, мы употребляем это слово, когда его употребляем сейчас, лишь чтобы показать опасную перспективу, которая пока еще лишь является перспективой, но черты, которые мы видим в социальных явлениях, как вы правильно, Сергей, сказали, даже если мы это слово и не употребляем. И если назвать одно такое важное, какое-то существенное явление, то, ну, может быть, наверное, ниточка может быть развязана через слово «народ». Через слово «народ». Слово «народ» очень простое, общеупотребимое. Вот мы говорим там, скажем, там, «Эй, народ, кто последний в очереди?» или «народная музыка». Ну, просто это фольклор. И есть слово «народ» в политическом языке. Когда народ пишет Конституцию, то там говорится, мы народ такой-то страны принимаем и так далее. Это обозначение народа является для всех, оно всех объединяет в такой ситуации. И, как говорят в таких случаях политологи, это такое инклюзивное понятие слова «народ», которое включает людей. Но есть довольно опасное употребление этого же самого слова «народ». Когда это слово употребляется не с целью включения объединения всех, а наоборот, оно начинает работать как слово, которое исключает какие-то группы. То есть вы говорите о какой-то новой форме национализма? Нет, это не обязательно должен быть национализм. То есть это может быть просто популизм и без национализма. Это может быть даже и вовсе не интернационализм, как это было, скажем, в сталинизме. В сталинизме, да. Все-таки здесь суть именно в том, что когда правящая партия и ее вождь начинают говорить, употреблять слово «народ» в определенных ситуациях, то надо сразу ждать, что появятся те, кто не народ. Это существенный момент. Это могут быть кто угодно. Это могут быть какие-то национальные группы этнические, это могут быть социальные страты, попутчики. Народ, вы говорите, сразу, естественно, поскольку все-таки тема нашего фашизма вспоминается 30-е годы Германии. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Да. Это вот в том же смысле, Volk. Это в том же смысле, да, совершенно верно. Но надо помнить, что это слово в таком контексте, в контексте исключения каких-то групп, оно существовало в разных таких идеократиях, то есть там, где имеется идеология в государстве. Это было и в франкизме, и у Муссолини, и у Сталина, и это было уже и в послевоенные годы, это было и в Румынии. Это было почти во всех вот корпоративных государствах, как вы уже сказали. Тут второе важное слово – корпоративное государство. Но об этом мы еще, да, поговорим, о структуре нашей государственности. Сейчас я хочу спросить Александра Черкасова. Вы видите какую-то опасность фашизма сейчас в России? Ну, во-первых, понимаете, ничто не повторяется в точности. Время-то идет. Когда мы говорим фашизм, мы чаще всего имеем в виду германский нацизм, в то время как это слово зародилось и имеет отношение к Италии, где существенно иначе все было. Ну да, о корпоративном государстве речь зашла прежде всего там. Но смотрите, корпоративное государство, его элементы у нас стали выстраиваться, ну, уже давно. Может быть, при первом Путине, даже отчасти, когда разделение на бизнес-корпорации, попытка выстраивания общественных организаций, гражданский форум 2001 года и так далее. Это с самого начала было. Вероятно, не зря кремлевские палаты, они производятся от слова «палаццо» итальянского. Что-то у нас уже тогда приползало. Это один элемент. Другой элемент – использование методов, которые нам знакомы по военной хронике. Вот я приведу цитату из статьи самоздацкой Петра Растина 80-го года. «Символами фашвизма для меня, ребенка, стали не свастика и фуражка с высокой тульей, а колючая проволока, рвы с расстрелянными, варшавское гетто и люди, изможденные, глядевшие с газетных фотографий, и другие, про которых говорилось. Фюрер мыслит за него». Смотрите, у нас, опять-таки, на протяжении последнего путинского управления была Чеченская война, Вторая Чеченская война. На одной тысячной части территории России были произведены военные преступления и преступления против человечности. Более того, через эту тысячную часть территории России мы пропустили значительную часть личного состава не только армии, но и других силовых структур, дав им опыт безнаказанного, беззаконного насилия. Отчасти именно этого в виду имеет, видимо, Александр Морозов, говоря о том, какой опыт приобретали разнообразные силовики в это последнее десятилетие. Те люди, на которых нынче опирается власть. Вот еще один элемент. Ну, это элемент, но, согласитесь, все-таки фашизм это гораздо более целостное явление, опирающееся на некую идеологию, на некое общественное умонастроение. И вот мне кажется, что тут произошел какой-то качественный сдвиг, я думаю, после 24 сентября, после вот этого объявления, этой рокировочки, и дальше, дальше все, что последовало, и в особенности после инаугурации 6 мая. Был ли, вот я хочу спросить, был ли какой-то качественный сдвиг? Я чувствую что-то в воздухе в последние 2-3 месяца. Я чувствую в воздухе последние 10-12 лет. Это постепенно накапливалось. Ну, извините, а когда мы в 2006 году высылали грузин осенью, это у нас что такое? Как государственная политика, да? А охота за брюнетами в ходе контртеррористических операций вместо охоты... Согласитесь, все-таки это не было политикой государственной. Я сейчас вижу черты... Это было государственной политикой и одобренной большинством. Извините, на выборах 99-го года, осенью перед этими выборами, и политические партии, пресса радостно поддержали контртеррористическую операцию. Сейчас просто есть значительная часть людей, которые поняли, что таки да, было что-то неправильно, и артикулируют свое против. Тогда этого единого порыва было гораздо больше. Сейчас, наоборот, гораздо четче. Переоценка этого 12-летнего опыта... Понятно. Может быть, именно по этому контрасту легче говорить о... Я понял вашу позицию. Это был Александр Черкасов. Александр Морозов, вот все-таки касательно появления вот этого вот ощущения, предощущения фашизма, возможности фашизма, это действительно 12 лет, все путинское правление, как говорит Александр Черкасов. Или какие-то последние месяцы? Тут дело в том, что, ну, в каком-то смысле слова, конечно, Александр по-своему прав, но здесь ситуация несколько сложнее. Дело в том, что, если взять социальную структуру общества первого путинского президентства и позже, то там ведь смысл в том, что такой опасной поддержки, как та, которая возникает сейчас, когда раскол уже возникает, тогда не было. Общество в целом смотрело, скорее, с некоторым равнодушием на происходящее, как та часть общества, так и другая. И в этом смысле слова здесь 24-е действительно, оно переломно в каком-то смысле слова. Не в том плане, тенденции были, но тенденции могут принять характер в два хода, гораздо более страшные, чем это было. И если сейчас мы там вспоминаем, там, гражданский форум, там, 2003 год, или многочисленные, там, примеры репрессий против другой России, и так далее, и так далее, то это все-таки носило несколько другой контекст. Потому что тот Путин, который был, ну, во-первых, мы все понимали, что некоторой такой идеологии, идеологии, еще нет, которая бы характеризовала корпоративное государство. То есть все-таки общество так устроено. Одни хотят заниматься позитивным спортом, другие не хотят. Одни любят художественный авангард, третие его ненавидят. Ну, и это все нормально до той минуты, пока вдруг не выясняется, что правящая партия, а вместе с ним и государство, и лидер начинают занимать определенную конкретную позицию. И тогда здесь возникает такой очень опасный набор. То есть, как бы, давайте, вот, значит, у нас будет там позитивный образ жизни, плюс, там, скажем, позитивная религия, если вспомнить, как бы, довоенные годы. Вот, секундочку, хотел вот на чем заострить внимание. Мне кажется, что вот, ну, не в противовес тому, я согласен, о чем говорил Александр Черкасов, конечно, элементы у нас были, понимаете, но с той же степени успеха мы можем сказать, ну, вот скажем, что в Америке, да, после 11 сентября был Патриотект принят. Вот, Буша, вот, люди, типа Майкла Мура или там, или Наума Хомского, Чомского, называют фашистом. Это все было, так сказать, и Гуантанамо можно назвать фашизмом, и преступления американцев в Ираке можно назвать фашизмом, но системно это не было. Вот мне кажется, что после 24 сентября, и в особенности после Болотной и Сахарова, Путин сделал какой-то выбор, что он был над схваткой, а он сейчас слез на одну сторону забора и оказался с определенным совершенно социальным контуром. Вот с этим я как раз согласен, потому что одно дело, когда у нас есть там, значит, говорящие от лица, значит, народа, скажем там, халманских, какой-то, ставший полпредом, и у нас есть другая сторона, которая тоже, и все это вместе, в совокупности, тем не менее, с точки власти, является народом, президент, президент всего народа, разных взглядов и разномыслия, как бы, точно так же, как патриарх московский, вся Руси, как известно, он был патриарх всех, кто подходит к чаше, там есть и монархисты, и христианские демократы, любители классической музыки, любители джаза, но в целом, он патриарх для всех, кто, значит, исповедуется, причащается, но перещелк Тумблера был очень опасный, именно поэтому мы на него так сейчас реагируем, потому что Тумблер перещелкнулся в направлении, при котором патриарх становится не патриархом всех христиан православных здесь, а только тех, кто имеет определенные взгляды, точно так же, как Путин вдруг становится президентом уже не всех нас, а он становится президентом сконструированного народа, это конструктивное понятие, от лица которого начинают говорить отдельно взятые хаманские, и там дальше довольно опасная перспектива вырастает, если Путин не даст по тормозам. Александра Морозова хочу спросить, вот мы заговорили уже об идеологии, видите ли вы появление некой идеологии сейчас, оправдывающей вот эти вот тренды? Ну я слово передам Александру Черкасову сейчас. Извините, Александр Черкасов, да-да-да-да, да, извините, пожалуйста. Мы сейчас, видимо, будем сильно отличаться. Понимаете, какая ситуация? По-моему, не то, чтобы сильно все изменилось с 12-летней давности, просто угол зрения, точка зрения изменилась. Было некоторое единство лет 12 назад, в том числе, ну и значительные части уставшей общественности, так называемых политехнологов и так далее, и так далее, которые считали, что путем Путина можно будет решить некоторые проблемы. Да, у нас есть некоторые единства, мы объединились, в том числе, объединили народ сопротив общего врага, извините, осень 99-го года. Именно на объединении против злобного террористического врага Путин из ничтожных двух процентов получил заоблачный рейтинг. И так, до президентских выборов. Именно так, на разделении тех, кто за Россию против ее развала и всяких там бобицких, которые на деньги США выполняют указания исламистов, как в последующих сериалах это подавалось, именно на этом разделении, на этом противопоставлении было достигнуто то народное единство, которое голосовал тогда за Путина. Александр, смотрите, но все-таки после этого был там 2001 год. После этого была поддержка Америки, после этого было много всего, кстати, дружба с Западом, согласие на расширение НАТО и прочее, и прочее. Я должен заметить, давайте будем точны в деталях, это нам пригодится не в этой передаче, а дальше. Вот сейчас вы сравнивали Гуантанамо и Абу Грейб с нашим контртеррором. Замечу, ни в Гуантанамо, ни в окрестностях тюрьмы Абу Грейб вы свалки трупов людей, которые исчезли на этой базе, не найдете? Там пытали, и там пытали тоже. Но методы эскадронов смерти, когда у вас исчезают в этом районе тысячи людей, американами не использовались. У нас наш, так называемый контртеррор, оказался, ну, существенно жестче, за некоторой другой чертой. Это раз. Два. Ну да, потом что-то менялось, но значительная часть тех, кто ныне в последний год Путина критиковал и критиковал талантливо, тогда был склонен поддерживать и более того критиковать тех, кто обращал внимание на совершаемое преступление, на перестройку общественной, социальной, государственной структуры, которая была тогда. Почитайте того же Димы Быкову, что он писал после Норд-Доста. Да? Это другой человек. Но это правильно, что люди одни перестраиваются быстрее, другие медленнее, но люди склонны менять свои мнения. Ну что ж, о наших мнениях, которые сейчас немножко разделились в студии, мы продолжим разговор после небольшой паузы. Снова добрый вечер, это программа Археология в студии Сергей Медведев, и говорим мы сегодня о фашизме. Новый русский фашизм. Что это такое? Это некая отдаленная угроза или это какие-то реально существующие в области тренды, которые проявились в последние месяцы? Говорим об этом с нашими гостями. Это член правления правозащитного общества Мемориал Александр Черкасов и главный редактор русского журнала Александр Морозов. Хочу объявить наш телефон студийный 65 10 99 и 6. Звоните нам и скажите, грозит ли Россия фашизм? Боитесь ли вы фашизма? 65 10 99 и 6. Вы также можете писать нам свои мнения на сайт финам.фм. Телефон еще раз 65 10 99 и 6. Грозит ли Россия фашизм? Ну, а я хочу все-таки попытаться понять то изменение в умонастроениях, которое произошло в последние месяцы и можем ли мы действительно называть это какой-то некой протофашистской идеологией. Все-таки я хочу Александра Черкасова спросить, неужели вы не чувствуете, вот для вас это все непрерывная одна и та же линия, как она началась с прихода Путина с августа 99 года в качестве премьер-министра так она и продолжается до июля 2012 качественного изменения ситуации в последние месяцы. Это не прямая линия, просто в разное время она совершала разные зигзали, но тем не менее направление одно. Вы говорили, цитируя Дениса Драгунского, если не ошибаюсь, что нужно дело Дрейфуса, дело, по которому нация определится или разделится, как говорил Ленин, прежде чем объединиться, нам нужно разъединиться. И Денис Викторович имеет в виду, очевидно, дело пусирают, современный сюжет с лирикализацией и вообще в ползание в какое-то средневековое мракобесие. Но я вам замечу, что у нас был уже такой вопрос, по поводу которого страна разделилась вплоть до гражданской войны. Нет, это не 93-й год, 93-й год большая часть страны не заметила. А вот Кавказская война, длившаяся с 94-го года, это такая штука, по поводу которой не то, чтобы все воевали, но определение, взаимное определение, расхождение по мастям, если угодно, происходило все эти годы. И полковник Буданов, которого возносили на щит, и многое-многое другое. Вот эта тема, которая для нас, ну, не менее болезненна, видимо, чем для французов, война в Алжире, только у нас это еще продолжается, она идет. Посмотрите, в ходе Алжирской войны там все было, и собственное террористическое подполье оасовское, и проблемы с этой самой проблемы с этой территорией и с ее жителями, и так далее, и так далее. Только Франция вышла в другую сторону, и все в эту сторону выходят. Понятно. Нет, нет, я хочу здесь все-таки вот подчеркнуть одну важную вещь. Можно со многим согласиться из того, что Александр говорит, но это, конечно, нас не приблизит к пониманию сегодняшней ситуации. Вот почему. Все-таки главное, такое, главное, главное обстоятельство, заключено в том, что мы ведь сейчас видим пугающие вещи не в изменении позиции Путина, например, или наоборот, в сохранении старой позиции Путина. В обществе. Совершенно верно. Нас волнует момент глубокого изменения в обществе, потому что там германское общество, там, не знаю, румынское общество довоенное, и даже советское общество, которое вступало в сталинизм, постепенно, медленно менялось. То есть, конечно, можно сказать, что 18-й год был годом террора страшного, значит, как бы, и он ничем не отличается, вся система не отличается от той, которая настала позже, например. Но ни один, конечно, специалист по истории, по политической истории под этим не подпишется, потому что эволюция, при которой возникает новое поколение, полностью втянутое в государственную идеологию, полностью втянутое в вождизм, поколение, для которого это все не является чуждым, таким внешним, ну, как бы, от которого можно отстраниться. Вот это действительно большая-большая серьезная проблема, потому что действительно дорога в ад вымощена благими намерениями, и те, кто сегодня так радостно, уже искренне приветствует здоровый образ жизни и одновременно сегрегируя тех, кто им не живет, пусирают, которые совершают какие-то художественные акты или другие художники. Да даже, слушайте, болельщиков в футбол посмотреть, Раисе в перде, Россия вперед, так не кричали в 99-м году, и флагами так не махали в 99-м году. Вот это, да, вот это, Александр, вот это вызывает сейчас вопрос. Одну секунду, дайте сейчас у нас звонки на линии есть, 65, 10, 99, 6, грозит ли России фашизм. Давайте послушаем. Дмитрий. Здравствуйте, я хотел бы сделать комментарий, вы как раз к этой теме немножко пришли. мне кажется очень важным то, что существующий режим, если, ну, он соответствует каким-то признакам фашизма, да, и фашистских режимов там, первой половины 20-го века. Вы так считаете, режим именно? Ну, так получается, да, каким-то признаком, но такие мнения есть. Но при этом достаточно важно, что он не является националистическим. и русских националистов он, в общем-то, притесняет. И это такое достаточно важное отличие, и, в общем... Понятно, понятно. Хорошо, вот что на это мнение, Дмитрий, можно сказать, что фашизм наш пока без элементов, если он есть. Дело в том, что итальянский фашизм, да, дело в том, что итальянский фашизм не был слишком людоедским в отношении других этнических групп. И поэтому слово фашизм вообще в этом смысле слова не очень точное. Почему я сказал, что нужно говорить о корпоративном государстве? Потому что здесь черты корпоративного государства. А есть там национализм или там просто интернационалистский популизм, который формирует некоторую идиократию, которая сегрегирует какие-то группы? Пожалуйста, притесняют, могут притеснять и исключать из общества и тех, и этих. То есть прекращение разномыслия. Мне кажется, здесь надо говорить не столько о национализме, сколько о каком-то ура-патриотизме, таком оголтелом патриотизме, который вот особенно акцентирован вокруг темы Великой Победы. Вот это то... Отчасти да. Отчасти да. Причем замечу, что уже второй раз мы возвращаемся к Победе. Второй раз за послевоенную историю у нас Победа находится в центре не то чтобы истории, но политики. Когда государство вдруг оказывается обращено не вперед, а впереди у него ничего нет. Она обращается к своей великой истории, как после 65-го года вдруг начали праздновать День Победы и это было смыслом существования советского государства, так и в последние годы. Но вот в чем я соглашусь с Александром, действительно поколение выросло. Правда, он говорит в своей статье скорее о силовиках, а я могу сказать о детях, о детях, которые пишут работы по истории. Мемориал вот уже 13-й год проводит конкурс исторический для старшеклассников «Человек в истории России 20-й век». Каждый год несколько тысяч детей присылают работы не сочинения на несколько страничек, а большие исследователи работы. Так они не стали лучше. Не стали лучше не то чтобы по содержанию или по идеологии, а по методу взгляда. Вот то упрощение, которое навязывалось все эти годы, оно привело к тому, что меньше стало работ интересных ребят мыслящих. Вот то, что новое поколение таким образом действительно выращивается, что, кстати, похоже на то, что происходило в нацистской Германии с наукой, когда вместо великой немецкой науки, например, в 45-м году американцы, которые решили найти остатки атомного проекта немецкого, нашли, в общем, пустыню. Пустыню выращенной вот такой идеологии. А с точки зрения национализма, вот кто кого поддержит, понимаете, тут опять эти детали. Давайте смотреть детали. До примерно 2008 года особенно националистов, в смысле фашистских группировок для фашистской подполья государство не преследовало. Отчасти потому, что из того же самого, той же самой страты они вырабовались, что и большая часть, может, милицейской пехоты. Сходные взгляды. Но вдруг выяснилось в 2008 к 2009 году, что нынешняя наша власть для наших нацистов, она такой же, если не более важный враг, как и те таджики Киргиза, которых они резали. И тут, когда это было донесено, ну, разным лиумием, например, Станиславом Маркеловым, который тогда активно работал с оперативниками из Петровки, вот тут-то государство очухалось и взялось за нацистское подполье. Да, теперь они не в таком альянсе, какой намечался до 2008 года. Понятно. Ну, вы знаете, да, мы эту тему еще поднимем, я хочу немножко попозже поговорить отношения государства с такими с профашистскими, протофашистскими группировками, а пока я хочу нашим слушателям напомнить наш телефон студийный 6510996, код Москвы 495. Кстати, не забудьте, что с 1 июля у нас по городу новые правила набора и теперь все телефоны десятизначные, так что надо набирать 495. Впрочем, барышня в трубке вам это все равно объявит. 6510996. Андрей у нас на линии. Да, добрый вечер. Ой, Андрей, выключите, пожалуйста, радио, если играет. Я хочу на историю немножко, то обычно фашистские государства возникали там, где притеснялась религия, например, в Германии религия была притеснена. И у нас мобилинациональная, мобиликонфессиональная страна в таком виде покупать в Германии никак не получится. Но вообще для любой страны лучше поделать себя. Андрей, извините, ваше я очень-очень плохо слышно, но я думаю, так сказать, здесь ясно было, что фашизм возникает там, где была. Но мне кажется, это не совсем так для Германии. Там же тоже были и, собственно, часть церкви поддержала фашизм. Да, да, да. Надо еще раз сказать все-таки, что не хочется, чтобы в этой передаче наш радиослушатель посчитал бы, что вот мы констатируем наступление фашизма в России и высматриваем те самые черты, которые были у фашизма в Германии до войны. Конечно, нет. И уже Александр сказал, что история никогда не повторяется. Мы все-таки говорим о том, что общество может, что есть угроза перерождения общества. И, скажем, по моему ощущению, такой угрозы не было там не в 99-м году, не в 2005-м и больше того, когда Путин ушел после второго срока, у многих, в том числе у меня, возникло ощущение, что у нас есть неплохая перспектива какого-то, пусть медленного, но развития дальше. Ни в коем случае не в направлении корпоративного государства и не в направлении нового застоя, а все-таки в направлении некоторой такой общественной динамики, которая, там, Медведев уйдет, после него будет другой Медведев, возникнет некоторая сменяемость власти, возникнет некоторая более широкая возможность общественной дискуссии, и во всяком случае уже не будет возникать, как сейчас эти опасные тенденции, не будет возникать такое идеологическое давление и идеологическая схватка с высокой степенью непримиримости. Поэтому изменения вот я вижу, то есть я тут готов поддержать очень тот заход, с которого Сергей начал. Да, понимаете, в отношениях с Западом вот это вот поиск иностранных агентов, невероятное охлаждение, которое произошло у нас в отношениях с Америкой, не знаю, то, что Запад тоже нам этим отвечает, вот этот культ здоровья, культ милитаризма, культ патриотизма, эти все, так сказать, молодые люди с флагами ездящие, этого не было, Александр, я не считаю, что это было 12 лет назад, и мы еще были страной 90-х годов, которая прошла период разгосударствления, где не было такого культа государства, культа лидера, мы выходили, так сказать, из страны, которая смеялась над своим лидером, над уже престарелым и слабеющим Ельцином. Да, да, и надо сказать, сейчас я замечу сразу, что все-таки мы говорим о том, что пока еще есть, вот как бы, даже три, три у нас есть перспективы исторические, даже из этой ситуации, вот одна перспектива, плохая, корпоративное государство, вторая, просто застой типа Брежневского, об этом многие пишут, есть политологи, которые говорят, напрасно, вы там беспокоитесь, Путин никогда не будет идеологическим человеком, ему это чуждо, там он этим поиграет немного в интересах укрепления, там, к себе доверия каких-то групп и потом будет опять править, как правило, без всякой идеологии. Я будет просто такой застой в силу того, что это все уже, вот так будет, мы увидим эти все черты, эти мега праздники, как это было при Брежневе, эти мега проекты типа, значит, там БАМа, который строится, значит, с непонятными на этот момент целями и так далее, и так далее. И есть еще третий вариант, он остается, он сохраняется, то есть общество, в общем-то говоря, может как бы постоять за себя, как это и было во время дела Дрейфуса, который теперь вспоминают, не случайно вспоминают его, потому что это тот пример, когда общество сумело все-таки остановить это негативное развитие и оно ну как бы оздоровило себя само. Где наша Мильзоля? А это, знаете ли, потребовалось несколько лет. Ну, наверное, у меня чуть-чуть другая оценка будет Медведевских лет. Да, была иллюзия, которая рассеялась 24 сентября. Один замечательный человек, который сегодня празднует день рождения, Александр Павлович Лавут, из старых диссидентов, из редакторов хронителей текущих событий, где-то в самом начале Медведевского управления, когда его спросили, а что он по этому поводу думает, вдруг начал говорить о другом, о том, что когда-то он работал в почтовом ящике, таком, где были секретные инструкции, о том, что секретные инструкции о проведении производственной лимнастики в их институте. Тогда все под музыку из репродуктора как раз занимались здоровым образом жизни, под фортепиано и под голос диктора. Но у них была секретная инструкция по проведению производственной лимнастики в Яловском радиотехническом институте, которая содержала пункт. «В избежание обрушения лепнины вместо упражнения бег на месте исполнять упражнение бег на месте без участия ног». Ну, у нас было примерно 4 года до этого, потом выяснилось, что эти ребята решили просто поменяться, один другому стул грел, и слава богу, те, у кого были иллюзии, те, кто обманывался в своих надеждах, оказались обмануты. Я-то наоборот оптимист. Я за последние полгода увидел вот то хорошее, что может быть. Поколение людей, которые вдруг оказались готовы что-то делать, оказывались в правильных местах, поколение молодых людей. Помирать можно спокойно? Не, ну, Саня, я здесь согласен, конечно, мы много говорили об этих людях, но речь идет о том, что раскол общества усугубился. На митинги, на болотную и на поклонную. Этот раскол не усугубился, он проявился. То есть была некоторая реальность непроявленная. На креативный класс и на неоархаичный класс. Аллах с ним, с креативным, с неоархаичным. Понимаете, это из Москвы так выглядит. Вы бы послушали, что говорят в Уральске, в Сибирской глубинке, на Дальнем Востоке про того же самого Путина, говорили и в прошлые годы, так такого и на болотной не услышишь. Понятно. 65, 10, 99, 6. Скатывается ли Россия в фашизм? Боитесь ли вы фашизма? Дмитрий. Вечер добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Интересная тема вы затронули. Вы знаете, я отчасти согласен с тем, как вы это преподносите, но отчасти не очень, потому что да, можно проводить параллели с Германией в 20-х годах, безусловно, с одной точки зрения. Но посмотрите, там была идеология ведь у этих, кто мусорфировал власть, у них идеология ноль, у них идеология бабло, больше ничего. Какой бы они не пытались подвести под это дело, идеология у них все упирается в бабло. Но самое страшное, то, что может быть, может случиться со Станой, когда их сбросят оттуда, вот тогда мы имеем шанс получить нормальный, хороший фашизм. Ну да, понимаете, Дмитрий, здесь проблема как раз в том, вот мы вот с Александром Морозом, кажется, по этому поводу согласны, дело даже не в режиме и не в тех ребятах, которые сидят наверху, они даже, может, и не понимают, с чем они играют, а в тех общественных тенденциях, которые под их вообще нефтяным благосклонным надзором выросли за последние 12 лет. Конечно, конечно, вы абсолютно правы, вы абсолютно правы в этом. И они сами того, не подозревая, наблюдают за тем, как страна просто сваливается в пучину фашизма, перед которым немецкий фашизм, вообще побледнеет. Ну, с ядерной ракетой, да. Вы знаете, поделюсь наблюдением, я почему-то вот не знаю, может, я не прав, может, я недостаточно патриотичен, эта вещь потрясла. Перед 9 мая, где-то числа 4, нет, еще это в конце апреля, были репетиции этого парада. Я как-то ночью там засиделся, я часов в 12 ночи вышел на Садовое кольцо, вот, обнаружил его перекрытым. Везли ракеты. Вот, сначала ехали эти БТР, и потом везли эти огромные тополи. Там даже были закрыты подземные переходы, потому что они могут обвалиться по Садовому кольцу. Тряслись стекла в домах, тряслись рекламные щиты. На обочинах, на обеих обочинах Садового кольца стояли сотни людей с айфонами, айпадами, и снимали вот это все, и приветствовали. И вот я не мог понять радости этих людей, которые радуются при виде ракеты Тополь-М. Я их спрашивал, вам что, гордость какая-то особая за страну? Если бы здесь строим наши нобелевские лауреаты, если бы здесь вообще шли наши врачи или учителя, которым платят достойные зарплаты, чему вы радуетесь? Вот это вот, так сказать, ощущение меня, конечно, очень сильно, очень сильно потрясло. Давайте сейчас уйдем на второй перерыв. Напомним, наш телефон студийный 65 10 99 6. Сваливается ли Россия в фашизм? У нас есть уже множество звонков, постараюсь все принять после перерыва. Добрый вечер, 21 42 в Москве, программа Археология. Говорим мы сегодня об опасности фашизма в Венеморской России. Можно ли Россию сравнивать с Германией 20-х и начало 30-х годов? Сваливаемся ли мы в фашизм? Звоните нам по телефону 65 10 99 6, код Москвы 495. Скажите, грозит ли нам фашизм? Или пишите на сайт финам.фм. У нас в гостях Александр Морозов, главный редактор русского журнала, и Александр Черкасов, член правления правозащитного общества и мемориал. Ну вот да, мы закончили на теме военной. Вот часть вот этого... Да давайте все-таки попробуем разобраться. Когда мы говорим, что России грозит фашизм, о каких компонентах фашизма здесь можно, возможного, да, говоримся, что мы живем пока все-таки, слава богу, не в фашистском государстве. О каких компонентах фашизма идет речь? Александр Морозов. Ну, тут все-таки я вот думаю, что три явивших таких компонентов, попросту говоря. Один, и мы о них сказали вначале уже. Один компонент это выстраивание общества корпоративно. То есть, условно говоря, из каждой лояльной группы можно построить корпорация, которая замыкается на вождя, руководители корпорации являются соратниками вождя. По-моему, очень четко видели это на Путингах, на Поклонной горе. Вот просто люди стоят, собравшиеся по корпорациям, идет распределение денег им там, бутербродов по корпорациям, табличек, флаг. Так и есть, да. И, соответственно, если эта корпорация, она себе так существует в такой структуре, то в ней формируется своя некоторая этика, разумеется, свои какие-то нормы, свои способы поведения, какие-то практики социальные. И можно в корпорацию построить, как известно, даже домохозяек женщин, что и было сделано, кстати, там между двумя войнами, когда вырабатываются определенные идеологии, какие-то женщины вступают в какие-то союзы, хоть они и домохозяйки, выбирают себе главную домохозяйку и следуют каким-то, значит, это было и, кстати, и в России, и в Германии. То есть, вот это одна страна. И там, скажем, вот наши доблестные железнодорожники, они замечательные все, но они сейчас выстроены в некоторую корпорацию, мы понимаем. это как бы компания, но она легко может стать корпорацией, достаточно в нее внести определенную идеологию. При этом, кстати, главный друг российских железнодорожников очень сильный идеологически мотивированный человек с своей мыслью о евразействии и православии. Совершенно верно, да, вот, оказывается, там есть уже идеология, то есть, он не просто главный железнодорожник, а железнодорожник с идеологией, да еще и близкий друг вождя, как бы, или там, близкий соратник вождя. Вот корпоративность. Второй момент, это действительно наличие такого четко идеологически публичного обозначенного народа. Кто здесь народ? Вот если это народ, а это не народ, тогда вот это уже все понятно. Тогда там очень опасные дальше перспективы возникают, потому что сегрегация переходит в насилие, так сказать, там в интернирование или, значит, в различные переименования, люди вынуждены как-то мимикрировать, что-то имитировать, переходить в этот народ, вступать в какие-то сделки с совестью. Народ, от имени которого осуждалась болотная. Да, совершенно верно. Вот, и, конечно, третий момент важный всего этого, это возникновение такого состояния общества, при котором, как это говорили там во время нашей молодости, они сидят, другие трясутся, как в трамвае. Но смысл в следующем, что одни вынуждены находиться в состоянии лояльности, вовсе не гражданственности, не, значит, о лояльности, переходящей в сервилизм. Другие, и пребывают в состоянии двоемыслия, для этих систем очень существенно двоемыслия всегда. То есть, человек там не может быть искренним, он одно говорит здесь, другое там, и такая социальная шизофрения. Вот, и получается так, что общество в целом пребывает в двоемыслии, как в социальной практике. Есть небольшой круг маргинальный, как бы, оттесненный, это идеология, это там какие-то маргиналы, инакомыслящие, диссиденты. И вот, в совокупности, это общество, пораженное двоемыслием, в то же время, радостное, что самое ужасное, оно радостное. То есть, надо всеми напоминать нашим радиослушателям, поскольку мы, они тоже знают историю, читали, наверное, об этом, что, конечно, ни одно общество никогда не входило в массовое насилие, прямо вот с радостью, что мы каннибалу-людоеды и будем убивать. Нет, люди начинают всегда с каких-то радостных вещей. У них семейный праздник, митинг какой-то происходит, там говорятся какие-то слова о том, что наша нация, наш народ, и шаг за шагом развивается колоссальная социальная деградация, которая, в общем, почти всех привела к национальной катастрофе. Один только Франко благополучно умер в своей постели, дожив, так сказать, до конца. Ну да, фашистские режимы довольно печально, довольно печально заканчивались. Да, Александр Черкасов. Скорее, опять-таки, о свойствах, а не о таких глобальных философских категориях. Во-первых, все эти режимы использовали насилие, неограниченное правом, террор, и нацистский террор, который известен, и террор, как политические репрессии, которые были основой советского государства, массовые при Сталине или сменившиеся при Хрущеве на сочетание уголовных репрессий политических с профилактикой, которая была на два порядка более широкая, то есть такая газонокозилка по мозгам бегала. Если говорить о правовых системах, это правовые системы, которые постулировали примат государства или группы над личностью, право человека не стоило ничего, и, соответственно, выстраивались государства вокруг этого. Если говорить об обществе, о социуме, это, ну, вот, смысл большого террора у нас, социальная чистка, уничтожение всех людей, которые могли бы быть центрами самоорганизации. А сталинизм был формой фашизма? Ну, знаете, это игра словами. Если говорить о методах, ну, почитайте, дорогие читатели Гроссмана, «Жизнь и судьба», диалог советского комиссара с эсэсовцем в нацистском концлагере. Мы — это вы, вы — это мы. Если мы погибнем, мы будем продолжать жить в вас. Ну, и последнее, пожалуй, это внешнее. Все эти режимы были в меру сил агрессивны. Агрессия выдыхалась, только когда выдыхались эти самые режимы. Кстати, именно поэтому после войны и была выработана формулировка, что грубые массовые нарушения прав человека внутри страны предопределяют то, что страна становится угрозой международному миру и безопасности, поэтому соблюдение прав человека внутри страны не есть ее внутреннее дело. Что, кстати, сейчас мы имеем в полной мере со списком Магнитского, к примеру. Просто потому, что все знают, страна, начинающая с беззакония у себя, потом экспортирует беззаконие и агрессию наружу. Вот такие вот, да, основные определения, основные черты фашизма от Александра Морозова и Александра Черкасова. А мы давайте еще раз спросим вас, наши дорогие слушатели, скатывается ли «Россия – фашизм». Александр у нас на линии. Недоступен, Александр. Роман. Да. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Да. Ну, вообще, как бы, по поступкам, яблоко познается по плодам, а человек по трудам. Вот. И за последний, скажем, 20 век мы видим, что Америка, вот плоды ее Хиросимы, Нагасаки, обман международного сообщества с химическим оружием в Ираке и убийства десятков тысяч иракцев, бомбардировки десятков тысяч югославов, убийства. Так, Александр, да, мысль ваша в чем? Роман, да. Извините, Роман, да. Да, то есть, вот мы сейчас смотрим на Америку как кролик на удава, да, то есть, она демократическая непогрешимая страна. Вообще, это... Роман, дорогой, мы все-таки сейчас говорим о фашизме в России, да, а не об осуждении американского империализма. Да. Вы по теме имеете что-то сказать? Да, я как человек православный хочу сказать, что есть лакмусовая бумажка, то есть, это государство-бандит или государство-не-бандит. Понятно. Оно воспитывает свой народ в рамках десяти заповедей божиих или развращает, как мы видим, последние двадцать лет, ну и даже... Роман, а современная Россия соблюдает десять заповедей божиих? Ну, я этого не слышал ни в одной передаче, ни в одном радиоканале, ни в эфире этого нет. Чего нет? Десяти заповедей, чтобы кто-то из чиновников наших госчиновников... Понятно. Ясно. Александр, извините, Роман, 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 ну вот так, да, против Америки, но за православие. И Александр, который сорвался также на линии. Слушаем вас. Добрый вечер. Меня зовут Александр, вот, относительно фашизма. Конечно, это страшно, и у меня там дед на войне погиб, и, безусловно, с этим нужно, как бы, бороться и жестко бороться. Но мы говорим сейчас, как бы, о следствии. На мой взгляд, нужно говорить о причине. Вот. И причина, естественно, она просто кроется в неправильной национальной политике. То есть, естественно, если, допустим, в той же Москве коренного населения там меньше 40% осталось, да, то просто, естественно, мы рискуем опять погрузиться как бы в фашизм. А почему? А в чем, от кого фашизм будет, если коренного населения меньше 40%? Вот, скажем, я не знаю, в Лондоне, в Париже коренного населения тоже уже приближается. потому что им тоже фашизм грозит? У меня подруга 10 лет прожила в Париже, и сейчас она эмигрировала обратно. Она говорит, там просто страшно, потому что как бы арабы нападают ночью, ну, молодой девушке это невозможно. Ну, понятно. Парижу, Парижу тоже фашизм грозит, вы считаете? Тоже неправильная национальная политика? Конечно, конечно. И мы как бы копируем Европу зачем-то. А что нужно сделать, Александр? Ну, я считаю, что как бы узбеки должны жить в Узбекистане, Дагестанцы в Дагестане, а мы друг друга должны ехать в гости и дружить как бы с семьями, и тогда все будет хорошо. Ага, все по своим, понятно. А когда Дагестанцы приезжают к вам в гости и начинают жить как в вашей квартире, ну, наверное, это не совсем комфортно. И им, и вам. Ну, мы же совершенно разные, поэтому здесь нельзя как бы черепаху и змею в одной банке держать. Это, ну, действительно просто опасно. А что делать, Александр, а что делать с такими с дагестанцами, узбеками, которые уже живут в Москве, вот как там? Чистки, высылки? Ну, почему высылки? Ну, зачем? Мы опять сейчас вернемся к фашизму. Это должна быть грамотная, аккуратная, тактичная политика. Вот для того, чтобы стать гражданином России, значит, нужно какое-то время проработать у нас, принести пользу государству. Государство должно понять, что человек действительно эффективен, как в Соединенных Штатах, да, попробуй там грин-карту получи. Это 10 спотов сойдет, прежде чем ты ее получишь. И только тогда человек имеет право а не вести всех, как бы там, только для того, чтобы получить эти там налоговые сборы. Ну, понятно, что это легкий способ. Ну, понятно. Я не думаю, что с необразованного человека можно много новых собраний. Александр, спасибо. Спасибо. Я думаю, что, так сказать, Вот как можете прокомментировать такие взгляды? это распространенная точка зрения, вот я так скажу. И дело в следующем, все-таки надо подчеркнуть. Я об этом писал, что то, о чем Александр говорил, мы это все знаем, это все как раз дебатируется очень широко в обществе, и это хорошо. То есть, должны вокруг этого идти дебаты. Эти дебаты есть и в Германии, и во Франции, общественные дебаты об этом. Ведь дело в том, что надо понимать, что так называемый фашизм снизу, фашизм в виде там реакции, значит, каких-то националистических групп одних на другие, это совсем не тот страшный фашизм, о котором мы сейчас говорим, когда перерождается целое общество вместе с властью. Вот где проблема. Потому что нас как раз любят очень постоянно, и как мне кажется, в значительной степени сами путинисты это делают, запугивать интеллигенцию там, или какие-то городские слои, тем, что вот там где-то внизу есть такие страшные, ужасные группы, неонацисты, которые вот они вырвутся и снесут, так сказать, всех. На самом деле эта угроза неонацизма снизу, она очень сильно преувеличена и преувеличивается постоянно. И не она представляет угрозу, а представляет угрозу правый поворот самого, самой государственной власти. Потому что я могу сейчас вернуться к своему возражению, я хочу даже, которое у меня есть, вот я еще раз подумал об Александре. Дело в том, что Путин все-таки вот в моем представлении 99-го, там, 2005-го года, это то, что называется словом сильный политик. Сильный просто, ну, такой сильный руководитель. И разница такая, что Бисмарк тоже был сильным политиком, но, конечно, он не был, там, Гитлером. Не был Гитлером, он не был Франком, это другая просто какая-то политика. И, может быть, сильный лидер, очень сильный, но я помню хорошо, что между 99-м и 2005-м годом никто в обществе не думал, что мы уже живем в Белоруссии. Никто не сравнивал. Не было политэмигрантов, как сейчас у нас люди по делу Болотной расследующиеся. Слушайте, ну, вообще не было таких страшных гомофобских законов, как в Санкт-Петербурге. Не было того закона, который сейчас в Госдуме дебатируется об иностранных агентах. Не было этого суда над Пусси Рай. Да, был суд над Ходорковским, были олигархи, но сейчас уже не по, понимаете, не по финансовым делам. Идет чисто идеологический прессинг по всем фронтам. Да. Извините, действительно, сильный политик Путин, который до 2005-го года сильно боролся от имени всего народа, исплачивая весь народ, с призраком терроризма на Кавказе, при этом породив тот самый террористическое подполье, которое сейчас там стабильно существует, непонятно, что с ним делать. При нем были совершены военные преступления, преступления против человечности, которые, в общем, как состав до какого-нибудь уголовного суда вполне могут быть вменены. Тогда были Норд-Ост, проглоченный Москвой, которая постаралась не заметить, и Беслан, который остальная Россия не заметила. Проблема в том, что тогда закладывались основы того, что происходит сейчас. Согласен. Те дела, которые сейчас расследуются в Москве по Болотной, не расследуются ли они теми исследователями, которые получили свой опыт в ходе контртеррористической операции на Кавказе. Согласен, Александр, но смотрите, мне кажется, что вот эта вот система, которая коррумпировалась, разлагалась, в которой формировался вот этот страшный силовой компонент, сейчас она сомкнулась с каким-то очень сильным общественным поворотом, умонастроением. То есть мы живем в какой-то стране неоархаики, где мораль стала важнее права. Одно неизбежно порождает другое. мне кажется. Там, где господствует серость, там власти приходят черные. Это понятно. Да, 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 да. То есть основа закладывалась тогда, но и сейчас ничто не предопределено. Это, это да, это то, здесь к чему мы приходим. Выяснилось, что есть достаточно много людей, молодых людей, которые готовы это не принимать, которые готовы действовать против этого, причем не теми методами, которые ожидает власть, отнюдь не уходя в нацистское подполье. Поэтому ни на что мы не обречены на самом деле. Ну, это, это да, я думаю, мы со всем этим согласны, но не знаю, вот мне все-таки, 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 все-таки. Мне кажется, что произошел у нас в последние месяцы, не знаю, где-то между 24 сентября и 6 мая в стране произошел правый поворот. Количество, о котором в течение последнего часа говорил Александр Черкасов, перешло в какое-то новое качество. Да, да, я хочу поддержать вот сейчас Сергей вас очень, потому что это верные слова насчет развлечения морали и права, потому что все-таки одно дело, когда, значит, власть просто совершает какие-то правовые злодеяния конкретные, нарушая там права человека, это безобразно, и в каждом случае это требует расследования. Но гораздо страшнее, когда в обществе, в значительной степени общества воцаряется атмосфера, при которой право уже не имеет значения, и можно просто, и звучат призывы просто исходить из морали. То есть, вот у нас есть такая тут наше представление о морали большинства, и давайте мы будем на этом основании игнорировать уже вообще всякое право. И вот эта ситуация страшнее, чем та, которая, на мой взгляд, была у нас в начале и середине нулевых. Что касается Чечни, вот мы, она здесь много, Александр о ней говорил, но все-таки как бы надо тогда спросить уже, как бы, если очень коротко, мне даже интересно, а как вы видите себя, Александр, другое решение? Вы знаете, нет, к сожалению, мы уже, эту тему мы, к сожалению, не потому, что мы не хотим говорить о Чечне, и у нас Герман Садулаев, это недавно было, потому что на часах 21 час 59 минут и нам надо уже заканчивать эту передачу. К сожалению, не смогли мы затронуть всех того огромного куста тем, который поднимается, практически не поговорили о православии, а это, мне кажется, один из ключевых элементов, когда о котором надо говорить в связи с вот этим триумфализмом новым русским, в связи с возможностью фашизма, о очень многих вещах не поговорили, но тем не менее, мне кажется, что, конечно, это страшная, парадоксальная постановка вопроса, а страна, победившая фашизм, не получила сама вакцину, мне кажется, к этому фашизму, у нас нету вакцины, у нас нету гуманитарной вот этой вот вакцины против фашизма, и нам всегда надо помнить, что мы можем произвести фашизм, даже не сверху он придет, не властями какими-то насаженными, а из самой нашей народной гущи, потому что вот это наше коллективное, что такое фашево итальянское пучок, это пучок, ликторский пучок, розги, они переплетены вместе одной лентой, это как соборность, да, это коллективность, так что фашизм, к сожалению, вакцина против меня не какой-то, я еще раз повторю, не какие-то бредоголовые ребята, марширующиеся где-то там на маршах под контролем милиции, а это в самой глубине нашей народной жизни, и об этом надо помнить. Я благодарю вас за участие в этой передаче, Александр Морозов, главный редактор русского журнала, член правления правозащитного общества Мемориал Александр Черкасов, продюсер программы Дина Трубовская, за звукорежиссерским пультом прекрасно работал Иван Куприянов, я ваш верный археолог Сергей Медведев, до доброй ночи и удачи.